Музыка Нас было пятеро. Седов, Грутов, Боголюб, Селиванов, Михайлов. Мы приняли первый бой в 3 часа 15 минут 22 июня 41 года. Умрем, но не уйдем. Нас было трое москвичей. Иванов, Степанчиков, Жунтяев. Которые обороняли эту церковь. И мы дали клятву. Умрем, но не уйдем отсюда. Июль 41 года. Одна из самых героических страниц военной истории нашей Родины – это оборона Брестской крепости. Именно здесь Красная Армия впервые продемонстрировала всему миру, что она непобедима. 23 июля на 32 день войны в плен был взят командовавший обороной Восточного форта майор Петр Гаврилов. По официальным данным, последний защитник Брестской крепости. 22 июня 1941 года в 4 часа утра фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз. Самый страшный удар первыми приняли на себя пограничники. Вообще пограничные войска из западных округов насчитывали 8 пограничных округов, 49 пограничных отрядов. Вообще, если говорить о пограничных войсках, то общая численность на западной границе составляла более 87 тысяч человек. Основным подразделением, которое охраняло государственную границу, была пограничная застава. Пограничные заставы были двух видов в основном. Общей численностью 42 человека и 64 человека. 87 тысяч солдат всеми силами пытались сдержать продвижение немецкой армады. 660 пограничных застав охраняли западные границы Советского Союза. Согласно немецкому плану, на их уничтожение отводилось не более часа. Однако, 250 пограничных застав продержались сутки. 16 – двое суток. 20 застав – трое суток. 67 пограничных застав задержали противника до двух недель. И, наконец, 50 опорных пунктов на границе держали оборону более двух месяцев. На вооружении пограничных застав от количества численности, это зависело, конечно, находилось один-два станковых пулемета «Максим». Также Дегтярев пехотный 27 пулемет, 4-5 единиц. Ну и обычное стрелковое вооружение. На вооружении находилась, ну, общеизвестная, конечно, винтовка «Мосина», самозарядная винтовка «Токарева». А также начали в предвоенные годы появляться уже пистолеты-пулеметы, ну, в частности, пистолет-пулемет «Дегтярева». Перед войной в западные округа было порядка 4 тысяч единиц данного оружия. Именно оружие помогало определить исход боя. В начале войны в пограничных войсках, как и в большинстве других, в ходу была винтовка системы «Мосина». Она была принята на вооружение еще в Царской России в 1891 году и неоднократно модернизировалась. К началу войны в пограничных войсках состоялась примерно вот такая модификация. Оружие по-настоящему очень надежное, очень любимое, пристреленное неоднократно. Многие пограничники достаточно серьезно к нему привыкли. Многие из них принимали участие в боевых действиях еще в ходе гражданской войны. И, конечно же, эта винтовка была более привычной. Из плюсов данной винтовки, можно сказать, очень высокая кучность стрельбы. Достаточно стрельба на далекое расстояние. Из минусов данной винтовки можно отметить то, что у нее были достаточно большие габариты. Она достаточно длинная. Второй из минусов. При каждом выстреле необходимо было передергивать затвор. И достаточно уже к началу войны небольшая емкость патронов. Всего 5 патронов. Снабжалась винтовка Мосина вот таким вот игольчатым штыком для штыковых и рукопашных схваток, который достаточно быстро и автоматически одевался. И винтовка превращалась в такое своеобразное копье для ведения штыкового боя. Самым главным недостатком винтовки Мосина была необходимость всегда держать штык в боевом положении. Во-первых, это было неудобно в условиях ограниченного пространства. Например, в окопах или в лесу. Во-вторых, штык мешал прицеливанию. Но если его снять, баланс ствола нарушался настолько, что он становился еще хуже. Тем не менее, в годы Великой Отечественной войны в Советском Союзе было произведено более 12 миллионов безотказных трех линеек. В случае серьезных боевых столкновений для достижения высокой плотности огня в пограничных войсках широко применялись пулеметы. Самым распространенным пулеметом со времен Гражданской войны был пулемет, разработанный американским конструктором «Максимум». Пулемет системы «Максимум» был на вооружении русской армии, начиная с русско-японской войны. Данная модификация стояла на колесном станке системы «Соколова». Снабжалась она ленточным питанием. Лента располагалась, как правило, в таких коробах. Расчет пулемета состоял из двух человек. И надо отметить, что плотность огня была достаточно высокой. Разные модификации пулемета «Максимум», конечно, стреляли по-разному, но в целом достигалось 600 выстрелов в минуту. Это очень высокая плотность и очень высокая пробиваемость за счет калибра, калибра 7,62. В наступательном бою, особенно в условиях горной, лесисто-болотистой местности, или в зимнее время при значительном снежном покрове, большой вес пулемета затруднял передвижение на поле боя. Применяемые в Красной Армии матерчатые ленты часто деформировались, из-за чего пулемет переклинивало. Кроме того, ствол пулемета нужно было охлаждать водой, а она не всегда была под рукой. Все основные недостатки системы «Максима» проявились уже после окончания Гражданской войны. И молодое советское правительство приступило к разработке более легких и надежных пулеметов. Таковым стал пулемет, разработанный знаменитым конструктором Дегтяревым ДП-27. Пулемет, конечно же, был для своего времени достаточно передовым. Он был значительно более легким, более простым в изготовлении. Но, в отличие от «Максима», у него также были серьезные недостатки. Самый основной недостаток – это не очень большой боезапас, 47 патронов в магазине, за счет чего также невозможно было поддерживать высокий темп стрельбы, что было достаточно существенно. Тем не менее, для пограничных войск данный пулемет пришел как нельзя кстати, потому что бои на границе были достаточно скоротечные. И данный пулемет был надежным товарищем. В нарядах он был достаточно незаменим, потому что в случае отражения нападений каких-либо диверсионных групп или незначительных стычках данный пулемет легко было развернуть, в отличие от пулемета, систему «Максима», и вести бой. Недостатком пулемета был низкий темп стрельбы из-за быстрого нагревания ствола. Из-за этого пулеметчики не могли поддерживать долгое время частую стрельбу. А вот снайперы его полюбили. Для этого были все характеристики. Он снабжался сошками, был достаточно устойчив, за счет чего повышалась и кучность стрельбы. Снайпер, вооруженный таким пулеметом, в случае его обнаружения мог быстро отбиться от преследователей. Несмотря на все минусы, свою надежность пулемет Дегтярева не раз доказывал бою. Об этом подтверждают документы Центрального архива Министерства обороны. Когда нужно было уничтожить огневую точку, миномет с автоматчиком, товарищ Григорьев полз 200 метров своим любимым пулеметом. Товарищ Григорьев около 200 метров полз со своим любимым пулеметом ДП. И когда осталось всего 50 метров, он, подложив под тонущую снегу сошки, варежку и шапку, установил пулемет и почти в упор расстрелял фашистское гнездо. Все последующее время, до подхода к нему цепи бойцов, он, выбирая гнездо автоматчиков, уничтожал их. Бойцы, увидев храбреца Григорьева, который расстреливал противника в упор, кинулись за ним в атаку. Так отважный пулеметчик Григорьев решил успех атаки противника под версией в деревне Кузьминское 18 января 1942 года. Но вернемся к июню 1941 года. К началу войны в пограничных войсках Советского Союза было немало и уроженцев в Чувашии. Ребята такие очень трудолюбивые, очень ответственные, очень грамотные. Так уже сложилось, что многие западные округа, они состояли из приземников Чувашии. Ну, я, к примеру, приведу участок, где оборонялась Брестская крепость, это Брестский пограничный отряд. В различные периоды, ну, где-то за период, за два года до начала боев, было призвано около 900 приземников из Чувашии. И командный и начальствующий состав призывался пограничные войска именно из Чувашии. В основном это были люди, которые уже имели высшее образование, среднее, специальное. Вот, в основном они призывались на командные и начальствующие должности. Ну, общеизвестный, конечно, легендарный Чувашский пограничник, это Николаев Яков Николаевич. В 1938 году он был призван на службу пограничных войска, и ему было присвоено воинское звание младший лейтенант. Он получил распределение 92-й пограничный отряд, это перемышлевский пограничный отряд, на должность заместителя начальника резервной заставы. С начала 1941 года обстановка на госгранице СССР становилась все напряженнее. Командование погранвойск приняло решение усилить линейные погранзаставы резервными подразделениями. Лейтенант Николаев был назначен помощником начальника первой погранзаставы. Перемышлевский пограничный отряд, наиболее известный, 92-й, как раз встретил врага 22 июня на границе. Это был достаточно напряженный участок государственной границы. И буквально наши пограничники держались, 6 часов держали оборону превосходящих сил противника. Потом совместно с частями РКК перешли в наступление. Через несколько месяцев в ходе боя Яков Николаев был тяжело ранен. В бессознательном состоянии он попал в плен, из которого бежал. С боеспособной группой действовал в Польше, в Порчевских лесах с ноября 1941 года. Погиб в 1943 году. Героическую летопись совместной борьбы польских и советских партизан Яков Николаев вошел под именем Чуваш. В Польше о его подвигах ходили легенды. Яков родился в деревне Чедино Чебоксарского района. Посмертно награжден в 1966 году орденом Красного Знамени. Сегодня, благодаря проекту межрегиональной общественной организации «Выходцы из Чувашии. Товарищество офицеров сыны Отечества», которое занимается подготовкой молодежи к службе в армии и обучению в военных учебных заведениях страны, мы можем увидеть, как выглядели в начале Великой Отечественной войны Яков Николаев и его сослуживцы. Кстати, пограничников в то время частенько называли зелеными фуражками. Фуражка образца 1935 года с зеленым околышем и темно-синий тулей, который, в общем-то, символизировал род войск. Также отличительной особенностью пограничников были вот такие вот зеленые петлицы, которые в рядового состава снабжались мушкой, видим мишени и двух перекрещенных ружей. Соответственно, все основные, основная иерархия отражалась на петлицах. Например, если боец был сержантом, то здесь находилось два треугольника. В эмунирование пограничников входила гимнастерка образца 1935 года с отложенным воротником, накладными карманами и отличительной чертой гимнастерок НКВД была планка, не закрывающая пуговицы. Также были стандартные галифе, штаны галифе, в общем-то, достаточно просторные и удобные, и предназначенные для того, чтобы боец не только мог совершать достаточно длительные марши, но и также переползать. Обязательным атрибутом любого бойца, конечно же, был ремень, на котором закреплялась вся основная амуниция, необходимая для вооружения и снаряжения бойца. Здесь вот на ремне, вы видите, приторочены два подсумка с двухсекционных, в каждом из которых находился боезапас. Всего же на наряд пограничников выдавалось 20 патронов. Помимо патронов, также боец имел вот такой вот подсумок для гранат. В данной ситуации здесь вот данный подсумок предназначался вот для таких гранат F1, лимонок в простонародье называющихся. Также в снаряжении бойца обязательно приходилась малая пехотная лопатка. Очень часто ее, к сожалению, ошибочно называют саперной. Вот, тем не менее, правильное ее название – малая пехотная лопатка, МПЛ. Для утоления жажды пограничник снабжался флягой водоносной в чехле на карабине. Она отличалась уже от более поздних фляг. И обязательным атрибутом пограничника был противогаз. Обмундирование и снаряжение командного состава несколько отличалось от обмундирования рядового состава. Каждый офицер имел обмундирование двух вариантов – повседневное и полевое. Основным отличием офицерской гимнастерки были накладные карманы с мыском, как здесь представлены. Знаки различия также отличались от рядового состава. Они были более богато украшены. Кроме того, еще одним отличием офицерского состава были вот такие вот ноугольники, которые также различались по званиям. Амуниция офицера, естественно, предназначалась для несколько отличающихся действий, чем от амуниции рядового состава. Она состояла из ремня, портупей двойных. В 1932 году в обмундирование были включены портупеи об одном ремне. Также в амуницию офицера входила полевая сумка, которая сочетала в себе самые различные предметы, необходимые для офицеров. Как бумагу для документов, также здесь находился вот такой вот пенал, снабженный самыми различными предметами, необходимыми для несения офицерской службы. Личное оружие, командный состав носил в кобуре на правом боку. И, как правило, это был либо револьвер системы «Наган», либо пистолет системы «Токарева» образца 1933 года. Как отмечают специалисты, револьвер системы «Нагана» был привычен, дешев в производстве, показывал серьезную кучность. Правда, на полную перезарядку «Нагана» иногда уходило до минуты, что в условиях боя было неприемлемо. Пистолет системы «Токарева» был более современным. Он снабжался магазином, который позволял быстро его перезарядить и вести огонь. Но конструкция была не совсем доработана, из-за чего даже в кобуре пистолет мог самопроизвольно выстрелить. Трехлинейка «Мостина», автоматическая винтовка «Токарева», оружие «Дегтярева», пулемет «Максима», револьвер системы «Нагана». Многое из перечисленного по тем или иным причинам давно вышло из производства и не эксплуатируется. Но каждая из них сыграла важнейшую роль в становлении и развитии отечественного вооружения. Они выполнили с честью свой долг и остались в памяти всего человечества символами победы. Редактор субтитров А.Семкин